Приветствую вас. Смотрите, значит, аноним. У вас в тексте есть ряд моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент заключается, наверное, в том, что вы пишете, я обидел своего парня и говорил ему претензии обид. Что это все означает? Это означает, что у вас есть или была, или есть, скорее всего, есть некая неудовлетворенность. То есть вы недовольны своим молодым человеком. Ну, так вот, если условно этот вопрос взят. Есть вещи, которые вас не устраивают, молодым человеком. И вы тем, что высказали ему такого рода претензии, да? Вы, по сути дела, вы намекнули ему, намекнули ему на то, что вы не совсем такая, что вы не совсем та, какой он вас видел. Что, в свою очередь, означает, что вы, вероятно, были с ним недостаточно честны в отношении с ним. Потому что, если бы вы были с ним честны, вот, что он, я думал, для него не стало бы такой неожиданностью. Ну, ваш взрыв, условно говоря, это первое. Это первое. Это первый момент. Второй момент. То, что, судя по поведению и судя по реакции человека, он искал повод для того, чтобы от вас отдалить. Потому что его стойкое нежелание идти с вами на контакт, при условии, что у вас есть ребенок, при условии, что вы достаточно долгое время. которые были, были вместе, вот, четыре с половиной года, говорит о том, что он просто искал повод для того, чтобы от вас отдалиться. Вот. Он искал повод для того, чтобы от вас отдалиться. Вот. 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 К сожалению. К сожалению. И он использует обиду сейчас для того, чтобы делать то, что ему, возможно, уже давным-давно хочется. Но то, что он себе по той или иной причине запрещал. Вот. Потому что, что бы вы, ну, что бы вы ему не наговорили, да, что бы вы ему не сказали, все равно, если есть чувства, если есть любовь, то это, в принципе, преодолеваясь. Проблем, да, конечно, безусловно, есть вещи, которые неприятны, это безусловно. Вот. Безусловно, что это, что это потребуется обсудить. Вот. Но, нет ничего критичного в том, что вы наговорили ему каких-то вещей, что вы, как он говорит, обидели его, там, и так далее. Вот. То есть это очень напоминает просто использование, использование ситуации для того, чтобы вот, а чтобы, условно говоря, делать то, что ему хочется. Именно вот. Младому человеку. Вашему. Я понимаю, что это неприятно, но, кстати, к сожалению, это выглядит и выглядит именно так. Дальше. Вы пишите, значит, я попросил у него прощения. То есть вот, знаете, какая штука. В определенном смысле, в определенном смысле, тот факт, что вы попросили у него прощения, свидетельствует о том, что вы взяли и обесценили. Взяли и обесценили то, что стояло, значит, за вашей вспышкой. То есть показали молодому человеку своему, просто, просто, просто показали своему молодому человеку, что он это то, что спровоцировало вас. Ну, вообще говоря, недостойно внимания. Вообще говоря, это, к этому, к этому можно не прислушиваться. Что он понял, достаточно быстро. Что он услышал, достаточно быстро. Вот. И теперь использовать данный аспект для того, чтобы, значит, обосновывать свою обиду. То есть вот, ты, условно говоря, сама виновата, да, в том, что, ну, в том, что произошло. Вот. Ты сама виновата в этом, ну, раз ты в этом сама виновата, ну, значит, что ж, я могу всерьез тебя не воспринимать. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. К сожалению, это выглядит и действует для молодого человека, ну, очевидно именно так. Вот. Хотя, конечно, мы понимаем, что это не совсем верно, но вы, в том числе вы, в некотором смысле, сами привели его в такой позиции. Вот. В некотором смысле вы, сами привели его к данному моменту. Вот. К сожалению. Дальше. Идём. Вы пишите, я недавно поняла свои ошибки и сказала ему. Вот. Что именно вы ему сказали? То есть, как вы сказали ему, что поняли, ну, что поняли ошибки? Как вы это сказали? То есть, вы просто, что сделали? Вы сказали, что извини, там, допустим, я была не права? Или, или как? Что вы сделали? Что в этой ситуации можно сделать? То есть, ну, вот, кроме обесценивания, опять же, повторюсь, да, кроме обесценивания себя. Вот. Для чего вы ему сказали о своих ошибках? То есть, вы поняли свои ошибки и сразу ему сказали. А за что тогда, извините, ну, прощение просили? Если вы не сразу поняли ошибки свои. Ну, ну, вот, если я, если я вас верно, верно понял, верно понял, конечно. То есть, очевидно, очевидно, что свои ошибки вы ему, ну, преподнесли, преподнесли так. Что он посчитал это за унижение. То есть, вы унизили себя этим, тем, что вот, значит, ну, сказали ему о ошибках. Дальше, ну, ничего, отвечаем за четыре, а вы, ну, опять же, да, вопрос о ваших ожиданиях. То есть, а вы чего ожидали в данном случае? Вы чего ожидали в данном, ну, вот, в конкретном случае? То есть, у вас были какие-то надежды у вас были, какие-то ожидания. Вот, что было конкретно. На мой взгляд, это очень важный момент. На мой взгляд. Дальше, с тем, что четыре с половиной года есть ребенок. Планировали жить вместе. Слушайте, ну, вот, именно этот момент, то, что у вас, значит, ребенок, и то, что вы встречаетесь четыре с половиной года, но при этом вы только планировали жить вместе, и, в общем-то, никакой свадьбе речи не идет. Ну, вы меня извините, вы меня извините. Но это говорит о том, что мужчина, по-видимому, изначально с вами не собирался строить отношения, сколько-нибудь серьезные. Судя по тому, что вы пишете. Потому что ребенок, да, это важная история. Ребенок, это очень важный момент. На мой взгляд. И то, что, грубо говоря, вы завели ребенка, то, что вы завели ребенка, при этом не создав семью, да, не обезопасив себя, ну, на мой взгляд, говорит о том, что в некоторой степени вы бессознательно достаточно подходите к отношениям своим молодым человеком, к сожалению. Простите меня, пожалуйста, если это для вас будет звучать неприятно. Дальше, планировали жить в месяц и есть сложности, я стараюсь их решить. А почему сложности стараетесь решить вы? Опять же, то есть сложности только у вас, а у молодого человека сложности нет? Или как? Вы правда так считаете? Ну, то есть, вы правда считаете, что у него нет сложности, есть сложности только у вас? Дальше, хотели жить вместе летом, я его спугнул, спугнула. Ну, опять, как можно спугнуть человека, да, если у вас ребенок, если у вас ребенок общий, условно говоря, ребенок, и вы встречаетесь в четыре с половиной года. Ну, как в этом случае можно спугнуть человека? На мой взгляд, никак. На мой взгляд, никак его нельзя в этом случае спугнуть, невозможно. То, что вы говорите спугнули, это вы оправдываете только то, что он с вами быть не хочет, скорее всего. Либо вы ставите себя изначально так, вы себя изначально ставите так. Что к вам не получается совершенно относиться. Ну, что значит спугнуть? Спугнули, значит, мужчина в себе не уверен. Если мужчина в себе не уверен, значит, он не уверен в чувствах к вам. Значит, возникает вопрос, а вообще можно ли такому человеку доверять и можно ли на него ориентироваться в своей жизни? То, что вам, грубо говоря, страшно признать, что вы останетесь одна с ребенком. Вот. Я понимаю. Вот. Но это не означает, что вам нужно продолжать отрицать реальность, такой, какая она есть. Ну, опять же, на мой взгляд. На мой взгляд. Так. Дальше. Так. Хочу помириться, но он идет догадать, говорит, я ищу себе девочку, мне пофиг было. Мне плохо. Из-за чего вам плохо? Как мне помириться, чтобы ссор больше не было и он поверил мне? Аноним. Ваш вопрос, к сожалению, вы простите меня, пожалуйста, но ваш вопрос, к сожалению, поставлен в корне не верно. Нельзя помириться так, чтобы больше не было ссоры. Ссоры происходят не из-за того, что вы не помирились или не можете помириться. Ссоры происходят немножечко и немножечко из-за другого. Ссоры происходят из-за конфликтов, из-за того, что вы не умеете выстраивать бесконфликтное, ну, общение. Да, у вас нет навыков, у вас нет навыков бесконфликтного общения. Понимаете? Ну, в этом все дело. Не в том, что вы сможете как-то каким-то волшебным образом, да, взять и помириться с ним так, чтобы вот, ну, чтобы было хорошо. Нет, это иллюзия. И тогда, на мой взгляд, не сложно, в общем, увидеть, что ваш вопрос, да, но он в корне поставлен неверным. Дальше, я отставаться не хочу. Знаете, какая штука? Вы можете, на самом деле, вы можете, на самом деле, не хотеть с ним отставаться. То есть, это, это, это ваше, как бы, ну, это ваше право. Это ваше право. Вот, не хотите расстаться, не расстаться. Но то, что человек решил так, и то, что вы сейчас ведете себя, опять же, так, что дискредитируете себя во всех отношениях, к сожалению. Это, это факт. Это факт. И, вот, что вы будете с этим делать, и будете ли вы с этим делать? Будете ли вы с этим делать? Будете ли вы руководствоваться принципом, например, реальности того, что происходит, или быть руководствоваться исключительно своими желаниями? Это тоже зависит от вас. То есть, тут, тут, ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли здесь мы можем как-то вот повлиять на вас, да? Да и не нужно, не нужно это абсолютно. Ну, вот, такая вот история. Такой можно вам дать ответ. Еще раз, у ссор есть свои причины. Я хочу, я очень хочу, чтобы вы поняли для себя, что, значит, стоит, значит, ну, в основе ваших, что, понимаете, если вы, если вы, по факту, не будете поймете, да, каковы причины ссор, то ситуация будет повторяться, даже если, даже если, вот, даже если вы померитесь с человеком. Мальчик. Такая история. Вот. Вот такой момент. К сожалению. К сожалению. На мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.